Всем привет! Как обычно, выпускаю вторую версию, короткую, для тех, у кого нет времени смотреть подробный полноценный обзор на Blackview Tab 6, который вышел на моем основном канале. Если есть время, там все подробно разжевано и показано. Если времени нет, приступаем сразу без размусоливания. Итак, Blackview Tab 6. В комплекте идет планшет, никаких чехлов, только наклеена защитная пленка, зарядка и кабель. Зарядка 5-ваттная, но планшет поддерживает 10-ваттную зарядку. Заряжается планшет от родной зарядки, которая вот такая вот маленькая, компактная. Кстати, она греется, в этом ничего такого нет, просто она работает на пределе своих возможностей. Поэтому рекомендую использовать другую зарядку, ну, либо терпеть то, что это слегка нагревается. Просто не переживайте, используйте, пока она не умрет. В любом случае, заряжается он от родной зарядки с 0 до 100 за 4 часа 30 минут. Также у него очень хорошо ловит связь. Здесь есть возможность установить либо две симки, либо одну симку и карту памяти. Сейчас здесь установлена симка Orange и на протяжении трех недель здесь работала симка Orange. Она без проблем ловит. Вот можете посмотреть, ловят все четыре антенки из четырех. Если посмотреть на лоток, то выглядит он вот таким вот образом. Традиционный лоток комбинированный, то есть вы уже выбираете. Либо вам две симки в 4G, либо одну симку и карту памяти. Карточки на 128 тянет и даже вопросов не задает. Все работает прекрасно. Что касается автономности. Он у меня проработал с YouTube. Я воспроизводил видео на максимальной яркости. Он проработал 6 часов 52 минуты. Вот, кстати, разблокировка по лицу у него здесь есть. Работает она очень хорошо. Важный момент, что при разблокировке пин-кодом нужно попадать еще на вот эту цифру 0, потому что немножко не оптимизировали они вот эту нижнюю часть и экстренный вызов постоянно нажимается. Это очень напрягает, но так в целом все нормально. Так вот, если зайдем в файлы Google, здесь мы заходим в изображение. Вот скриншоты, чтобы вы видели, что я не голословно. Все говорю, 6 часов 52 минуты при воспроизведении на максимальной яркости роликов с YouTube. На 75% на яркости 8 часов 28 минут. И на яркости 50% 10 часов 48 минут. Планшет имеет возможность съемки записи видео с экрана, записи звука, так как здесь есть рекордер, то есть диктофон, есть FN приемник, есть 3,5 мм гнездо, звук неплохой через наушники, через динамики. Здесь два динамика, но только внизу. Звук довольно громкий, но плоский. В целом звука хватает для роликов с YouTube и так далее за глаза, потому что динамики здесь достаточно мощные. Ну и конечно же, если говорить о навигации, здесь сейчас вы видите, что навигация происходит жестами, но есть возможность включить традиционно навигацию клавишами. Wi-Fi работает хорошо, здесь двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 и 5 гигагерца понимает. По поводу Wi-Fi он у меня за время, пока я тестировал, не выдал никаких вообще нюансов, то есть никаких проблем с ним не было. Важный момент это то, что здесь хороший Bluetooth модуль, который, не помню, то ли 5.0 Bluetooth, то ли какой, работает тоже превосходно, если подсоединять разные наушники беспроводные и так далее, все работает прекрасно, Bluetooth коннектится быстро, соединяется с устройствами просто моментально. Пробовал на просто куче разных устройств, все было хорошо. Что касается сети, ловит хорошо и Wi-Fi, даже несмотря на то, что вот у меня он через две стены и примерно на расстоянии 8 метров, тоже хорошо ловит. При этом скорость очень хорошая, все тесты скорости я также показывал в полном подробном обзоре. Здесь дисплей Full HD+, он очень яркий, качественный, пикселизации в принципе не видно, я вот оговорился, по-моему я сказал Full HD. Здесь HD+, дисплей, очень хорошие углы обзора, ну в принципе для данной ценовой категории, если поставить на максимальную яркость, то яркости будет хватать более чем, то есть вот прекрасно свет из окна светит и все прекрасно видно, но понятно, что слепящее солнце, оно будет вот зеркалить, потому что здесь глянцевая такая поверхность, дисплей чуть утоплен, то есть есть воздушная прослойка, в целом нормально. Но что касается минимальной яркости, минимальная яркость здесь плохая, и вечером иногда хочется чуть поменьше яркости, вечером иногда напрягает, поэтому вот это стоит учитывать, если вы любитель вечерами посмотреть на минимальной яркости, она здесь избыточная, вот так вот. Вот, видите, даже днем все прекрасно видно на минимальной яркости, то есть это говорит о том, что немножко они не доработали. Также здесь присутствует своя оболочка, несмотря на то, что это Android 11, он немножко облачен в их фирменную BlackVue оболочку, работает она хорошо, стабильно, без лагов, без глюков, и она немножко перерисована, то есть шторка вы видите здесь своя, также менеджер настроек здесь свой, то есть свои иконки и так далее. Работает четко, пока никаких обновлений не прилетало, кстати, давайте посмотрим, может быть, что-то и прилетело. Вы пользуетесь последней версией. Ну вот, собственно говоря, пока что, вот за три недели, но он, в принципе, только недавно вышел, месяца два, может, три назад, пока что никаких обновлений нет. Здесь полноценная звонилка Google, контакты, SMS-ки, также он поддерживает 4G на обе симки, и вы можете не только получать интернет от провайдера, но также и раздавать этот интернет по Wi-Fi, то есть есть возможность подключения точки доступа средствами самого планшета. Звонки проходят хорошо, связь хорошая, в принципе, как смартфон можно эксплуатировать. Кстати, здесь есть выход 3,5 мм вверху, то есть можно даже гарнитурку подсоединить, тогда можно будет и микрофон не вот этот встроенный эксплуатировать, а через ваши наушники, там звук будет, если наушники хорошие, то звук будет для собеседника более хорошим, более высококачественным. Памяти здесь 3 гигабайта оперативной, встроенной 32, можно расширить карточкой до, ну, 128 без проблем кушает, больше не проверял. Так вот, если хотите, чтобы из памяти приложения не выгружались, просто лочьте их, то есть заходите, допустим, в менеджер запущенных приложений, допустим, ну, опять же, мой любимый пример YouTube, запускаем, здесь опускаем вниз вот так, и у нас появляется замочек, то есть опускаем вниз замочек, опускаем вниз замочек, благодаря этому он будет не выгружать эти приложения из памяти, но понятно, что тоже сильно этим не нужно пользоваться, да, лайфхаком, скажем так, потому что он просто по-любому какое-то приложение, если память заполнится, он будет выгружать, поэтому, ну, просто знайте, что более важные приложения нужно лочить, и тогда они точно не выгрузятся, 3 гига хватает для игр, для всего, для многозадачности без проблем, потому что свободно, в принципе, всегда около 1.5, 1.6, 1.7 гигабайта, это очень хороший результат, можно запустить, в принципе, любую игру, вот я пробовал разные игры, единственное, Genshin не смог, потому что памяти не хватило внутренней, чтобы его скачать, потому что там нужно что-то в районе, там, почти 20 гигабайт памяти, просто, чтобы скачать игру, ну, бред, ну, а так, в принципе, Asphalt 9, Standoff 2, PUBG, все это он тянет, и Genshin он будет тянуть, но будет просадка по FPS, потому что игры очень мощные, все стандартные игры он тянет просто на ура, при этом он не перегревается, просто теплый, просто теплый, частоты не скидывает, что тоже порадовал, то есть процессор достаточно грамотно сделан. Единственное, что есть в переводе немножко пару косяков, то есть, если посмотреть, то вот есть нюансы, типа, вот персонализация с маленькой буквы, перевод некоторых слов не сделан, ну, так, если полазить в менюшке, то в настройках, то можно это найти. Нет автояркости, так как нет датчика освещенности, также здесь здорово, что есть USB Type-C для зарядки, то есть современный порт, ну, и, конечно, удобно, что в руках он помещается просто великолепно, великолепно, то есть он идеально держится одной рукой, но у меня рука большая, сразу скажу, поэтому мне удобно. Можно как смартфон его использовать, просто звонить, все будут в шоке, как у вас лопата. Ну, и, конечно же, если говорить о камерах, то просто стоит упомянуть, что они здесь есть, качество там обычное, посредственное, ну, чисто для звонков и так далее. Также мне понравилось, что здесь есть разблокировка по лицу, работает она хорошо, ну, вот давайте продемонстрирую буквально коротко, вот если подальше, чуть вот разблокировался, то есть слишком близко тоже нельзя подходить, потому что он лицо не распознает. Буквально 1-2, максимум 3 секунды, вот, и он находит лицо, и когда освещенность слабенькая, то там нужно будет чуть-чуть подольше подождать, может, на одну секунду. Заляпывается экран, весь он в жирных отпечатках, потому что олеофобка здесь на пленке никакая. Пленка простенькая, дешевенькая, но хорошо, что она с завода есть. Сам планшет тоже заляпывается, его нужно постоянно протирать, видно, что он в жирных отпечатках. Ну и, конечно же, сборка. Она здесь не очень хорошая, он хрустит, постоянно хрустит, я в подробном обзоре это показывал, даже микрофон рядом ставил. Вечером, ночью это напрягает, поэтому будьте готовы к тому, что сборка здесь, в целом он не разваливается, никаких щелей больших нет, да, там, но он хрустит. Вот это сильно напрягает, и выдает такую дешевизну и бюджетность данного устройства. Также здесь нет индикатора уведомлений, ну и если подвести итог, то за свои деньги стоит он в районе 100 долларов на Алиэкспрессе, это хороший планшет. Если кому-то интересно, я ссылку на него оставлю в описании, там будут самые лучшие цены, и там же будут ссылки на кэшбэк, что вы могли сэкономить. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, но лучше посмотрите подробный обзор, там я подробно показал и рассказал обо всех нюансах данного девайса. Хорошего всем настроения, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok